И мой ответ Екатерине Павлюковской, которая мечтает о шолдер-маунте и спрашивает, как в него легче выйти, потому что у нее уже какое-то время возникают трудности с выходом в шолдер-маунт женским и мужским хватом. Итак, шолдер-маунт. Тут нам потребуется обязательно мышцы пресса, немножко мышцы спины и ручки. Они должны быть у нас немного подкачаны. Идеальное упражнение для того, чтобы подкачать прессики, шолдер-маунт, это, например, подъемы ног в угол на шлефской стенке. Если у вас нет шлефской стенки, то в зале встаем, например, можно подкачиваться на пилор. Взяться в обычных кладках для размножечки опереться тазиком под пилор внизу и ножки потерь. Если совсем тяжело, то столкнутое. Если вам легко, то прямо легко. Хорошим упражнением будет подкачка пресса у основания пилона, а выходы различные березы. Например, можно из-за такого положения, убираясь в пол, держась ручками за пилон, подниматься на реку. В березочку. Вот таким образом. Несчастное упражнение, которое может помочь вам шолдер-маунтам, можно попробовать выходить в него поначалу с пола. Как в жестких хватах, так и в мужских. Берем с ручками и отталкиваясь ножками от пола, выходим в шолдер. Тут также очень важно не поднять слишком высоко таз, чтобы не удариться от пол затылка. Поднимаемся и с махом выталкиваем себя в жопу. Еще одно упражнение на подкачку, тоже очень хорошее. Стоит пытаться выполнять. Не так, что у новичков прям сразу оно получится, но все-таки стоит. Висим в шолдере, колени к себе прижимаем и качаемся в группировочке. Для тех, кому в принципе сложно выходить в шолдер-маунт, есть вариант выходить в него сверху, из размножки. Однако вам надо четко помнить, что вы не должны поднимать таз выше параллели с полом, чтобы не дай бог не соскользнуть затылком в пол. А также рассчитывайте свои силы, чтобы в принципе могли хоть как-то себя удержать и купиться сильно там пол, например, ногами. Итак, вариант выхода из размножки. Мы делаем обычную размножку. И снизу первое время пытайтесь делать через согнутые коленки. Так вам будет попроще. То есть мы остановимся, облокачиваемся трейд-качком. Обязательно, какого плеча, такая рука у нас ниже к пелуну. И отсюда мы напрягаем руки, подтягиваем нож к себе через согнутые коленки. Все у нас напряжение, спирта слегка округлена. Все у нас напряжение, спирта слегка округлена.